Из 8 призовых мест у меня получилось 4 раза занять первое место. Что я могу сказать? Мотик К2Р, он реально крутой. Я не очень люблю большую скорость, то есть мне тупо страшно. Да купи ты попроще китайца, поставь резину, он лучше поедет, чем КТМ на дубе. Но за сезон я вложил денег точно больше, чем стоит сам этот мотоцикл. Мотокросс скорость и лендуро технику. У нас за 15 гонок в итоге ни одного технического схода. Меня зовут Василиев Георгий, я являюсь амбассадором бренда мотоциклов К2Р, нового бренда. Первый год у нас в России. Отгонял я весь сезон на, собственно, вот этом замечательном двухтактном мотике. Сейчас буду рассказывать, как прошел этот сезон, какие были плюсы, минусы, сложности. На самом деле на мотоцикле я езжу профессионально не так давно. По факту, ну, наверное, это первый гоночный сезон, который я начал именно гонять. У меня было три года назад первая попытка начать ездить. У меня был КТМ фрирайд двухтактный 250. Я на нем отгонял три гонки. Там первой гонки ничего не занял. Во второй гонке занял третье место в бронзе. И третья гонка это была шустрая белка в золоте. Я не понимал, что это такое. Я поехал. Первый день я ехал в 8 часов. Собственно, отмучился кое-когда ехал. По приезду просто, наверное, час лежал, не двигался. Ну, было полное истощение. И я положил мотор. Просто я его перегрел. Собственно, про это я особо не знал. Я как-то там в ночи поменял на нем сцепление. Сцепление мне ребята там дали какое-то из своих заначек старое. В общем, мотоцик сделал. Как я думал. Второй день поехал. И, собственно, все. Мотоцикл у меня через 10 минут все куча дыма. Антифриз попадает в цилиндр. Все дымит. И я сошел. Все. Вот, собственно, после этого момента как-то он так меня выбил морально. Два года я не ездил. Как я начал ездить, собственно, на двухколесной технике. Ну, первый был питбайк. Я работал в Додо Пицце, раздавал листовки. Ровно месяц. Просто носился как бешеный. Накопил и там за 30 тысяч купил питбайк КХД 125. Это, короче, лютый дроволет. Но, тем не менее, месяц он меня отвозил. Начал перепродавать мотоциклы. Тут где-то покупал, подкрашивал, прям по грязи продавал. И потом открыл прокат. Прокат вот, собственно, вот таких вот питбайков, эндуриков. Ну, питбайков и эндуриков. И четыре года ездил на вот супер-супер, ну, как бы, начальном уровне техники китайских мотоциклов. Хороший вопрос, как я от ржавых питов попал в спорт? Да, как и все. Просто увидел видос на ютубе, о, хочу. Думаю, я сейчас приеду, я сейчас вот покажу, как надо ездить. Вот все, что на видео, казалось, что, ну, ребята, ну, вы что? Ну, как бы, первую гонку я понял, что. Не все так просто, как оно думалось. Нет, не было у меня ни тренера, ничего. Просто сам, там, вот, клиентов катаешь. Они там где-то курят, фотографируются. Ты там пять минут пробуешь, там, рядом бревно перепрыгнуть, камень переехать или что-нибудь похожее. Все, и, ну, как бы, дальше первая гонка, вторая, третья и все. До этого сезона два года перерыв. Как я попал, собственно, к ребятам из К2Р и, ну, начал ездить на их технике. Как я говорил раньше, у меня есть прокат. Ребята в Питере только открылись в этом году, новую точку. Им нужно было где-то проводить тест-драйвы. Ко мне приехал управляющий питерской точки, Иван его зовут. Ну, и, как бы, начал спрашивать, есть у вас возможность там проводить и так далее. Мы, в общем, о чем-то там договорились, что да, можно. И он как-то намекнул, что, а вот мы там еще планируем в эндуро-гонке начать, ищем амбассадоров. Ну, так, рассматриваем, просто скользь. И все про это забыли, ребята из К2Р. Ну, а я не забыл. И на протяжении там месяца звонил Ивану, с Юрием общался на выставке. И это, собственно, директор бренда К2Р. Ну, и как-то месяц, типа, давай-давай, ребята, погнали. Мне дали мотик, сказали, все, окей, катайся, снимай видео, езди на гонки. А мысли ли, что это китайский мотоцикл, он поедет, не поедет? Они были, но они были, ну, знаете, как. У тебя КТМ, ну, конечно, ты должен побеждать. А когда ты едешь на новом, неизведанном китайском мотоцикле, как бы, достаточно на высоком уровне, и побеждаешь, вот это реально круто. Это первый момент. Второй момент, это, ну, определенный командного духа. Да, я думал, его будет чуть побольше, чем на самом деле оказалось, но один весь этот сезон, как у нас прошел, я бы, ну, не то что физически, физически бы вывез, морально бы не вывез, потому что очень нужна поддержка. А по поводу сомнений, что это китайский мотоцикл, он плохой и так далее, не было, потому что, блин, ребята, фрирайд, 250-ка двухтактный, по сравнению с этим, ну, может быть, мотоцикл сам фрирайд хороший для своих задач, но точно не для Hard Enduro. Мотор, да, мотор там чуть-чуть пободрее, ну, как бы, Австрия, все дела. Но подвеска, эргономика, ну, как бы, даже рядом не стоят. Кто мне больше всего по нему помогал? Это Иван, Иван, управляющий в питерской точке моторика, магазина. Ну, как бы, без него вообще бы это изначально ничего бы не было, и уж тем более дальше бы ничего бы не развивалось, потому что, как бы, ну, как бы, время 4 часа утра, через, там, 3 часа выезжать на гонку, на старт, мы там ковыряем мотоцикл, что-то его тюнингуем, чиним, собираем. Потому что в самом начале, когда приехал Мотик, я говорю, так, ага, парни, супер, ну, чтобы он ехал нормально, его надо разобрать. И мы его разобрали прям до винта. Ну, если взять все время, сколько мы его, ну, потратили на определенную доработку, потому что был один такой заводской косяк, ну, просто на правильную сборку у нас ушло примерно 4-5 дней. Вот полных с утра до вечера. На самом деле, как такового выбора между двухтакном и четырехтакном у меня не стояло. Ну, потому что все эндуро-видео, ну, большинство, это двухтактные мотоциклы. Hard Enduro видео, да, есть Super Enduro, Motocross, там уже четырехтакных побольше. Но именно если мы берем Hard Enduro, все как бы ездят на двухтактных. Плюс у меня был фрирайд двухтактный, и как-то, ну, двухтактный мне чуть-чуть ближе. У него вот все говорят, там, меньше низов, меньше низов, но мне вот двухтакников нравится такой момент, что когда ты едешь, наезжаешь на какое-то препятствие, если у тебя, ну, при этом, если ты сцепление не подтравливаешь, двухтактный так, и дальше поехал. Чуть почти заглох, не заглох, и поехал дальше. А четырехтактный мотоцикл, если ты наезжаешь на какое-то такое резкое препятствие, то, что заднее колесо стопится. Небольшое просто. Четырехтактный сразу глохнет, и вот мне к этому моменту привыкнуть сложно. А так, мне кажется, разницы нет, на чем ехать. Вот по поводу тренера вообще интересный момент, потому что, да, как такового тренера у меня не было, но у меня был супер вообще эндуро наставник. Это Василий Ситников с базы SPB Enduro в Питере. Мы с ним немного раз позанимались, наверное, раз в пять, но вот лично для меня этот человек нас... Ну, то есть, ну, я просто... У меня было очень много наката. Он не был профессиональный, это был не гоночный накат, ничего, но так как я работал в прокате, я имел возможность каждый день ездить на эндурике. Пусть на китайском, пусть на питбайке на 125-м, но ездить. Какой-никакой накат ты получаешь. И вот все эти мои хаотичные знания, собственно, Вася, Сиси Леватников, как его сейчас приняли все называть, ну, за пять занятий за меня занялся, ага, вот, вот это правильно-правильно-правильно делай, вот тут стоп, погоди, а вот это так не делай, так опасно или просто неправильно. Собственно, да. Поэтому все-таки, наверное, тренер у меня скорее был в этом году, чем не было. Ну, по поводу личных тренировок, да очень просто. Есть там свободный час, полтора, полчаса, ну, если я на работе, то достаточно 10 минут. Вот я что-то делаю в компьютере, в ноутбуке, там, рекламой занимаюсь, с партнером созвониться, либо технику чиню. Все, устал, взял, 5-10 минут, размялся, ну, обязательно, хотя бы минуту размялся. Тупо шлем накинул, без мотобот, без всего. Ну, так плохо, в идеале, наверное, надеть полностью экипировку, но, как делал я. И просто взял, там, поехал горочку маленькую, чтобы это было безопасно, там, полметра-метра, и там, пытаешься с места на нее заскочить. Видишь, какой-то камень, ну, только чтобы обязательно рядом ничего не было, чтобы, ну, если падать, то, как бы, ты мог отпрыгнуть, чтобы мотик на ногу еще на что-то не упал, хоп, 5 минут попрыгал. Ну, это первый вид тренировок. Второй вид тренировок, когда у тебя есть, там, полдня, там, ну, 2-2 часа-полдня, ну, берешь, ну, просто мотоцикл, выезжаешь, либо один, опять же, из проката, там, в лесу находимся, либо с кем-то договариваешься, из знакомых, из эндуро-тусовки, едете и просто, как бы, сами раскатываете траекторию. Очень важно, ну, вот, все пытаются найти идеальный, там, спот какой-нибудь, или еще что-то, да, блин, вот, можно на парковке городской в городе, не знаю, выставить себе эти полусферы, и, там, по ним пытаться на заднем перепрыгнуть. Вот, а за городом, вот, малюсенького склона достаточно, там, для того, чтобы отработать 50% всех необходимых навыков для себя. По поводу этого сезона. Как он не дался, какие были, там, сложности, интересные моменты и так далее. Ну, первое, что я хочу сказать, что откатать 15 гонок для сезона, это очень сложно, очень сложно по двум причинам. Первое, это время, ну, потому, наверное, реально нужно время, не только взять и выходные откататься. Потому что, вот, я, допустим, не очень доверяю сервисам, что ты привез, отдал мотик, и тебе его сделали под гонку. Его могут сделать более-менее нормально, но не под гонку. Под гонку, ну, там, думаю, единицы людей в России, ну, как бы, обслуживают мотик так, что шанс, что он сломается, только там какой-то брак условный из завода. Точно не брак сборки. Вот. Второе, это, ну, финансовая часть страны. Потому что гонка в Питере, да, она стоит чуть-чуть, но там какая-нибудь гонка, как мы ездили в горячий ключ, но она выходит, там, примерно тысяч в сто минимум. Это перевозка мотоцикла, определенные запчасти, дорога туда, жилье там, дорога обратно. Вот. Соответственно, два момента. Это финансы и время. А третий, третий очень важный момент, это морально сложно. Это такая нагрузка, ты каждый раз, я думал, да сейчас, ладно, три гонки от кота, все, четвертая будет как орешка. Нифига. Ты, наоборот, чем больше ты катаешь, больше получается, у тебя больше амбиций. И каждый старт ты стоишь и чуть ли не теряешь сознание. Особенно там 30 секунд, минута до старта. Собственно, из 15 проведенных гонок у меня 8 призовых мест. Я вошел в топ-3, ездил я весь год только в классе, а, вру, вру. 90% гонок в классе серебре. И первую самую гонку, питерскую, хардтрейл. Ну, потому что я до этого куча не ездил гонок и так далее. Я проехал в бронзе, я проехал в бронзе горячий ключ. И, если я не ошибаюсь, путь бобра. Из 15 гонок я занял 8 призовых мест на, собственно, двухтактном оттике К2Р. Что, наверное, такое интересное, я перескочил этап бронзы. То есть я в бронзе отъездил первую гонку. Хардтрейл у нас в Питере. Самое начало лета. Там ничего не занял в бронзе. И все, сразу там поставил. Ага, бронза неинтересна. Ну, как бы, интересно, если ты хочешь побеждать, призы, медальки. Если ты хочешь расти, ты должен ехать в серебре. Собственно, как я и сделал. На следующий год то же самое. Я понимаю, ага, я еще в серебре, в глобальных гонках могу занять места. Но, чтобы расти, надо ехать в золоте. Из 8 призовых мест у меня получилось 4 раза занять первое место. Это, ну, прям, хотелось бы больше, но имеем, что имеем. Ну, вот, единственное, мне дали мотик. Но за сезон я вложил денег точно больше, чем стоит сам этот мотоцикл. И если брать, что ты, как бы, сам, у тебя нет папы, который тебя спонсирует. Или, там, образно говоря, вдруг тебя с нуля не нашла какая-то компания и все тебе не спонсирует. То я считаю, что результаты очень крутые. По поводу помощи. Ну, вот, на которую вы можете рассчитывать максимум. И то, это слишком круто, когда вы, как и я, без имени. Когда вы, у вас нет никаких еще результатов нормальных. Там, если вы одну-две местные гонки заняли, там, в бронзе первое-второе место, это не результат. Собственно, к чему я? На что вы можете рассчитывать? Как мне помогла компания Моторика? Я считаю, что это, ну, для меня изначально, в начале сезона, это было, ну, прям, очень хорошее условие. Они мне дали мотик, они мне дали экип, весь экип. А экип, ну, тоже, там, 1150-180 стоит комплект хорошей экипировки. И помогали запчастями. Ну, самое важное, самое вот, ну, не то, что самое важное, но самая значимая для меня помощь, это была от личного человека, от Ивана. Да, он работает в компании Моторика, но, тем не менее, вот, лично была важна его очень поддержка и участие в, ну, в обслуживании мотоцикла. Про мотокросс тоже очень хороший вопрос. Ну, конечно, наверное, как и большинство из всех, кто смотрит это видео, все, изначально, хотели в мотокросс, потому что, ну, видео про мотокросс в разы больше, чем про эндуро. Но потом у меня, ну, как у меня появилась, скажем так, возможность вообще ездить на двухколесной внедорожной технике, мне мотокросс разнравился, ну, потому что мне кажется, что это какое-то занятие на одном месте, кружишься ты по кругу, я ни в коем случае не хочу сказать, что он проще или, там, тяжелее или дешевле или дороже, но, во-первых, я не очень люблю большую скорость, то есть, ну, мне тупо страшно, это первый момент. Второй момент, ну, как бы немножко скучновато, что ты замкнул. Мотокросс – это, наверное, про скорость, а эндуро – это про совокупность скорости, подготовки перед гонкой, физической подготовки, умственной, именно умственной работе во время гонки. То есть, вот у тебя есть возможность обогнать, но, там, 50%, что ты, там, на этом месте упадешь. Обгонять, не обгонять. В мотокроссе, наверное, все примерно то же самое, ну, просто я сравнил, что мне больше нравится, там, условно, это я так определяю. Мотокросс – скорость или эндуро – техника. Ну, и я понял, что эндуро – техника мне намного нравится больше, чем мотокросс – скорость. По поводу физподготовки. Тоже, на самом деле, это интересно. Мы разговаривали, ну, я, я разговаривал с ребятами на соревнованиях, с, там, докторами, с тренерами. И вот к чему я пришел? Пока ты молодой, пока у тебя есть, ну, скажем так, определенный аванс, депозит от природы, в России можно ездить в серебро-золото вообще без какой-либо физподготовки. Но, если ты хочешь более быстрых результатов и более, ну, там, идти куда-то дальше в России, то физподготовка начинает уже быть нужна. Но в эндуро все-таки, наверное, в первую очередь это техника и скилл и накат, а второе – это уже физподготовка. Я, ну, да никак я не занимаюсь, ничего. Вообще, за все лето ни разу я ничем не занимался, если физподготовки. Максимум нет, вру. Испандер жал левой рукой, чтобы лучше работало сцепление. Но потом, когда правильно научился работать сцеплением, эта штука тоже особо в итоге не нужна. Парни, я вам хочу дать, наверное, 99 правильный совет. Как вам в этой теме развиваться? Ну, если вы катаетесь и хотите идти куда-то дальше, найти спонсоров, там, ребят, кто вам помогает и так далее. Первое, что самое важное – просто соберите все, что у вас есть в какое-то предложение. Это не должно быть супер-вау, что-то, но хотя бы тупо напишите, сколько у вас было гонок, что вы в них заняли, скиньте пару видосов, что вы умеете делать технично. Не так, как вы красиво упали, всем на это пофигу в плане спонсорства, а что вы именно технично умеете делать. И самое важное – расскажите про дальнейшие планы. И еще очень вам важно понимать, готовы вы эти планы реализовывать или нет, потому что это сложно, как я и говорил. И ключевое – как и когда искать спонсоров. Ну, первое, как я сказал, делаем такое небольшое предложение о себе, то есть вам надо себя продать. Второе – вот как только стукает 1 декабря, начинаем рассылать вообще всем и все про себя. Ребятам, кто делает экипировку, ребятам, кто продает запчасти, ребятам, кто делают там и обслуживают, и продают эти мотики. То есть всем из эндуро-тусовки. Вы, может быть, да, не найдете спонсора, кто вам даст мотик, ну, там, маму, папу, друга, кредит. Даже никаких справок не надо купить эмотик, но можете найти спонсоров экипировки, спонсоров очков, спонсоров резины, потому что на резину мы потратили, наверное, 1150-200 за этот сезон. Это было суперэкономно, мы переворачивали эту резину и так далее. И очень важно, росла ли нет ответа, берем, звоним, пока вам… Вы должны получить два ответа. Либо да, все, мы с тобой работаем, либо нет, не работаем. Вот по поводу выбора для профессионального, собственно, ну, для эндуро. Какой выбрать мотик? Именитый какой-нибудь бренд, австрийский, там, или европейский, или китайский мотоцикл. Ну, австрийский и европейский мотоцикл можно выбирать, я считаю, только в двух вариантах. Либо, когда у тебя нет проблем с деньгами, и тебе это легко. То есть для тебя 1,5-2 миллиона – это не последние деньги, или, там, не половину твоих денег, а, ну, ты даже не заметишь, ну, этих финансов. Либо, когда ты уже суперпрофессиональный райдер и едешь, там, в топ-5 золота России, либо уже вообще мировые гонки. Если ты начинаешь или у тебя средний какой-то уровень, то, мне кажется, надо гонять на китайцев. Ну, тут тоже тупо финансовая сторона, что, как бы, за миллион лучше купить китайца, экипировку, отложить денег на тренера и, там, на сезон на гонки, чтобы не купить КТМ и ездить на дубе. Вот так у нас, как я вижу на гонках, покупают люди бушный КТМ, и потом едут на говеный какой-нибудь, там, не буду называть бренда, дубовой резине. Все! Ни о каком результате речь не докупит. И попроще китайца поставь резину. Он лучше поедет, чем КТМ на дубе. Ну, я про резину. Соответственно, если резюмирует, то мотик должен соответствовать твоему уровню. Что я могу сказать? Мотик К2Р, он реально крутой. С одной маленькой поправочкой. Если вы просто хотите хорошо на нем кататься, просто по участку, по двору, сразу из коробки, либо сами его протяните, соберите, все поставьте на стоп-лак, там, проводку переделать. У вас это уйдет, ну, день. Такой спокойный день, ну, максимум полтора. Если, ну, либо там отдайте в сервис кому-нибудь, там, тысяч за 5, за 10, вам его соберут более-менее хорошо. Для личного использования подойдет супер. Если вы хотите на нем ездить в гонках, то, как и любой мотоцикл, его надо до болта разобрать, до болта полностью правильно собрать и после каждой гонки, ну, такое, подвергать хорошему обслуживанию. Потому что у нас за 15 гонок в итоге ни одного технического схода. Поломки были, но ни одного схода. Каждая гонка, она дошла до конца. Сейчас мы с вами переместимся в рим-зону. Начнем потихонечку разбирать разные узлы мотоцикла и будем смотреть, что, собственно, за гоночный сезон с ним произошло. Что надо менять, что надо покупать новое, а что полностью в идеале осталось. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok